Тили-ти-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли Очень часто человек говорит про субъективное восприятие и говорит, я отвечаю за свою жизнь, я, я Бог, я, я, я И при этом говорит, ну симуляция же вот это создает, симуляция вот это создает, либо же Вселенная за все отвечает, все Высшие Силы. Высшая сила за все отвечает. А ты как вот к этому ко всему относишься? Это о чем? Это я за все отвечаю. Это об ответственности. Это про ложь самому себе. На самом деле это искажение. Ложь самому себе. Ты сам себе искажаешь свою реальность. Но понимаешь, когда мы говорим, что Бог в человеке и просто заяви открыто я Бог, человек не может это сделать. Мы сколько раз сталкивались с этим. И даже вот проводили эксперименты, когда человеку говоришь ну вот просто вслух скажи, я Бог. Бог во мне. Я Бог. Кукожица. Кукожица. И так. Ну я по образу и подобию. Но я частичка. Я частичка Бога. Ну да, я с вами согласен. Частички. Мы все частички Бога. Представляешь, какое непозволение себе на самом деле. Но при этом вот взять и сказать, что симуляция это я, и все игры это я, человек не может. Это полное, тотальное взятие ответственности за жизнь на себя. В то же самое время мы тоже давали, например, курс настройки симуляции, где мы давали всю геометрию. Вот эту базовую геометрию, которой нужно опять-таки подсознание низ, надсознание вверх. Подожди. Подсознание, надсознание. Вот эти части, они же тоже были отделены. Да, специально. Так человеку удобнее понимать. Дело в том, что если мы уйдем чистое субъективное восприятие, то программа ума должна стать частью разума. А это, получается, убирает возможность понять. А понимание на определенных этапах человеку необходимо. Без вот этого разделения и пояснения надсознание, подсознание. И если без него человека окунуть сразу, что ты бог, ты все создаешь, у человека не будет привязки, у него выйдет в фантазию это все. Эйфория. Он в эйфорию. То есть полный улет и ничего. Заметь, сколько раз мы начинали работать, например, на консультациях с улетевшими. И это ведь очень близко к психическим расстройствам. Или уже есть наличие психического расстройства. Потому что если бы человек был все-таки в мире земном, а не в космическом, то он бы немножко по-другому реагировал. Он бы брал хотя бы частично ответственность за свою жизнь на себя. А так получается. Очень многие эзотерические учения и религиозное учение приводят человека к тому, что вот этот вынесенный Бог, он и становится тем объектом, на кого выносится ответственность. И в дальнейшем идет разрушение здоровья физического. А если учесть, что они еще и практикуют массовый гипноз, то мы можем говорить, что рассадник заболеваний находится очень часто в вот этих массовых, культовых, религиозных объединениях. На самом деле наука тянет в одну сторону сознания человека, религия тянет сознание в другую сторону человека. Смотри, ты либо там, либо там, и у человека получается разрыв вот этого растяжения, и он просто не знает. Правильно, наука признает только материю. Он говорит, а Бога нет, а где вы своего Бога видели? А религия говорит наоборот. Вот есть Бог, он где-то там на солнышке, но он есть, а материя это не нужно, это вторично, это грешно. Вот оно, смотри, вот он гипноз, когда разъезжаются глаза. Да. И человек в прострации попадает, он не знает, к чему приткнуться, где я, оп, приткнется к науке, я с наукой, то есть там все правильно, да, и слепо доверяет туда. Либо приткнется к религии, здесь все правильно, и слепо доверяет здесь. И таким образом он никак не может стать целостным, он либо тут, либо тут. Ну, точно так же, как я, либо плохая, либо хорошая, либо черная, либо белая. При этом, смотри, выбирая между черным и белым, человек смотрит цветной фильм. У него же не черно-белое зрение, и не серое, да. Ну, есть те, кто познает все оттенки серого, да. Но большинство все-таки познают оттенки красок. Причем разноцветие. Разноцветие, в том-то и дело. Более того, чем более цветов человек воспринимает, тем более развито его сознание. Развито сознание. И здесь есть прямая зависимость, и это уже научный факт. Но, кстати, о научных фактах. Тут тоже такая интересная штука. Смотри, если бы человек жестко там зафиксировался, сказал, я на стороне науки, или там, я на стороне религии, да? Материи или Духа, да? Сознание. Его же подсознание не может его оставить зафиксированным. То есть подсознание, сознание человека течет, оно не может остановиться. Да, да. И как только человек останавливается и говорит, я уже статичен, статично кладбище, дорогой, а там новая жизнь и все равно динамика. Даже кладбище по своей природе, это иллюзия статики, да. Все равно сознание течет, оно не может остановиться. и поэтому когда у человека возникают вот такие моменты статичности, сознание начинает их размывать. Смотри, как сейчас размывание происходит в науке. Какой-то дядя делает какую-то фейковую страницу, заявляет, что там идет фейковое открытие и пошло. Опять-таки изобретаются вакцины, фейковые проверки, фейковые результаты и последствия, которые человек видит уже, которые входят в жизнь, и это все должно заставить задуматься. Подождите, а где здесь наука? Опять-таки, если ты здравомыслящий, посмотри, сколько заболеваний вылечила наука. Почему сейчас столько хроники? Где те хваленые лекарства, которые раз и избавят человека от всех заболеваний? Нет. От острых, от переломов и так далее. Да, и то не до конца. То, да. Ровно, насколько регенерировало тело, насколько регенерировали кости. А дальше? Насколько возможностей тела человека. Да, в пределах возможностей ресурса тела, именно тела. Потому что психика закрыта. Там, кстати, очень интересная тема, тоже большая. Человек называет психофизические ресурсы, да, или психические ресурсы. На самом деле, речь идет всегда только о физических ресурсах. То есть, психика сама по себе заканчивается коллективным, бессознательным. Да, все на этом она заканчивается. И заметь, даже официальная психология на сегодняшний день официально есть заявление о необходимости или о предложении отказа от надсознания и подсознания, от этой терминологии. Потому что это все есть коллективное, бессознательное. То есть, смотри, полное обрубание. Обрубание. Это не мы создатели, поэтому, да, полностью бессознательные. Поэтому бессознательные. Потому что именно сознание создающее, и оно создает и материю. Хотя здесь можно поговорить, где яйцо, где курица, но все-таки надо говорить о первичности сознания. сознание не может без материи, но в то же самое время проявиться не может без материи. В то же самое время материя вообще не проявляется без сознания. Да, материя вообще не существует без сознания. Не существует без сознания, да. Как только появляется сознание, тогда появляется материя. Интересные такие парадоксы, когда смотришь, а еще в последнее время ТикТок, Инстаграм подкидывает ролики, где люди с умным лицом начинают говорить о законах Вселенной. И почему-то этих законов, там есть закон притока денег или получения денег, закон кармы, закон рода, закон... Смотри, все где-то. Все где-то. Вот где-то оно создается. И... Ну, это не я создание. Ну, это не я. И при этом я проводник, я проведу, соединю вас. Ну, видишь, религия ведь показала образец. Да, все полностью и подобие. Бог, он где-то, а я стану. А я проводник. Между твоим я и твоим не я. И буду спичку помнить. Знаешь, так раз шторки на глаза. Между твоим разумом и умом. Да-да-да. Да. Я тебя остановлюсь, глаза закрываю и буду сейчас тебе показывать свое кино. Да. А ведь на самом деле это отключение твоего кино и показ своего кино. Да, так я же говорю, закрыл глаза и показываю. Да. Все. Очки виртуальной реальности. И человек верит уже и вынесено Бога, и все. И самое главное, вот что не осознается, что на самом деле мы же жнем то, что сеем. Если ты посеял вынос Бога, ты пожнешь болезнь. Это напрямую связанные вещи. Если ты не отвечаешь за свои действия, ты пожинаешь болезни. Ты пожинаешь свои плоды, да, болезни. Да, это болезни. Именно. И не как, вот, именно мир становится зараженный. То есть твоя жизнь, она, это болезнь. Это болезнь. Так смотри, ведь если положить на материю, вот то, что мы говорим, что если ты не берешь ответственность за свои действия, ты пожнешь болезнь. Если ты переходишь дорогу в неположенном месте или не смотришь направо-налево, как нас учили в детстве, очешешь. Очешешь ровно. Бессознательно. Бессознательно, да. То ты пожинаешь то, что тебя сбивает автомобиль. То есть ты полностью зависишь от внешнего. А внешнее, оно такое же бессознательное, как и ты. Что и ехал и поехал. Что один бессознательный, что второй бессознательный. Но при этом ты же тут же выносишь ответственность, водитель виноват. Конечно. Сразу все, пошла игра. Да. И так во всем. И если, ты знаешь, даже тут на самом деле это очень большая тема для людей, которые, например, находятся у власти, задуматься, а нужна ли вам толпа безответственных, которая вынесет ответственность на вас и создаст эшафот. Ведь это же ответственность конкретно под создание эшафота. Эшафота. Того же водителя садят в тюрьму. За то, что он сбил пешехода там. Даже если пешеход виноват, в самом таком раскладе водитель вообще, бусечка ничего не смог сделать, пешеход просто бросился под колеса. Есть статья закона, что он владелец средства, которое обладает повышенной опасностью, и как владелец этого средства он несет финансовую ответственность. И вот все равно разденут на деньги. Да, и отвечает за, получается, за бессознательность того человека, который просто вот мог даже в пьяном виде идти. Да. И он все равно будет оплачивать лечение этого пьяного. То есть сегодня такое законодательство, кстати, очень странное законодательство, вообще нелогичное. Но оно сегодня есть. Кстати, вот я сейчас задумалась, очень классно в ГАИ написать, что, ребят, вы подумайте над этим. Они очень хорошо вносят изменения в законодательство. Но видишь, с электричками, как они сработали круто. Сегодня уже можно нормально заправляться, нормально ездить. Такой порядок навели, просто идеальный. За полгода. Может, и тут-то обратят внимание. Но, в конце концов, это же глупость в законе. Для этого надо. Совершить действие. Куда? Написать. Ну, либо позвонить. Я тогда просто позвонила. Нет, потом и написала. Нет, тут больше надо. Здесь просто написание не закончится. Здесь большее надо. Здесь надо осознать целостность сознания и материи. Иначе бесполезно. Ты все заходишь с мира психики. С мира психики, да. А видишь, я все равно иногда еще опираюсь на материю. Иначе, ну, потому что это надежда все-таки, что материя проснется, развернется. Ну, да. Да, это об этом. Материя, чтобы развернулась, ей надо научиться слышать себя. Пока тело не услышит. Пока тело не услышит. Это да. Возможно, это где-то права. Но все равно так приятно верить, что ты сыграешь сейчас в эту игру. И она будет иметь положительный результат. Самое главное в этом и есть и суть. Верить. Да. Себе. Ты знаешь вообще про веру? Я же уже поставила в расписание вот наши последние наработки про механизм веры. Уже поставила. Уже поставила. Там бомбические вещи. Правда, на декабрь месяц получилось. Раньше не получится. Но я думаю, к тому времени мы еще немножко уплотним. Ты знаешь, я думаю, вообще, ты сейчас сказала на декабрь месяц, а я и вдруг я понимаю, что этот год мы завершим очень мощно. Потому что посмотри, как наши курсы последние, насколько они становятся информационно все плотнее и плотнее. Невероятной силой. Обратила внимание? И у меня такое чувство, что год завершится с еще большей плотностью. Знаешь, как скачком, большим прыжком в будущее. Ты знаешь, я бы хотела до конца года отдать коррекцию книгу «Иллюзиониста». Очень бы хотела. Но я понимаю, что это даже невозможно по времени. И по моей готовности ее вычитать и отдать. То есть внутри такой соблазн хочется. А знаешь, почему? А готовности нет. А знаешь, почему нет готовности? Потому что информация у нас с тобой сейчас идет. Поток идет. Поток. Незаконченность. Да. Да, да. Ну, видишь, я уже начала набрасывать информацию. Уже книга «Инфодайвинг. Болезни». Она уже начала набираться. То есть та информация, которая касается болезни, я уже отдельно отбрасываю. Потом мы ее обработаем. Она пойдет уже в следующую книгу. Но там... Это уже прикладная книга. По сути дела, это книга по психосоматике, если бы можно было так сказать. Если бы мы занимались психосоматикой. Психосоматикой, да. Но мы же во многих местах полностью противоречим тем наработкам, которые есть в психосоматике. Потому что они лживые. Они изначально с искажением. А искажение в том, что тот же самый врач или психолог, или психотерапевт, он изначально, как и религиозный деятель, пытается встать между я и не я человека, дабы оказать ему помощь за вознаграждение. Люди не понимают того, что они все создают сами. И не хотят этому учить других. А если учат, то все равно остается некое сознание, симуляция, высший разум и так далее, которые их спасут. Которые лучше знают. Которые лучше знают, да. Это все правы на соответственность. Поэтому тут наши программы, они действительно для людей, которые созрели. Которые интересны сами себе. Которым интересен мир психики. Которым надоела уже та, информация, наверное, больше. История, информация. Здесь много чего, да. Старая игра. Старая игра. Она уже... Да, да, да. Ты знаешь, вот когда впервые, впервые у меня возник вопрос, зачем я живу, в какой-то момент вдруг появился взгляд вот такой на жизнь, что если брать социальные нормы и представления, которые есть сегодня, то эта жизнь не имеет смысла. Ну вот посмотри, если брать Бог где-то на солнышке, создал жизнь. Для чего? Плодитесь и размножайтесь. Ешьте, сикайте и какайте. Тогда зачем он разум давал человеку? Для этого есть дождевые черви. Для этого есть... Для этого есть... Скоробей. Рыбки в аквариуме. Рыбки в аквариуме. Хомячки в клеточках. Да. А смысл тогда в человеке? Смысл тогда, где развитие разума? Вплодитесь и размножайтесь? Развития разума нет. Оно очень медленно идет. Очень медленно. Еле-еле просачивается разум. А сейчас его практически нет. А именно ум захватил, ты же знаешь, и ум, ум, именно ум искажает абсолютно все. И исчезает смысл жизни. Исчезает. И поэтому большинство людей и не задумываются, зачем они пришли. Но при этом у них же у каждого есть душа. И им больно в конце жизни, особенно, когда они там прожили какую-то жизнь. Почему больно? Да, они не могут понять, почему больно. И поэтому они и вкладывают там деньги в строительство храмов, там выделяются земли на эти храмы и так далее, и так далее, и так далее. А смысл находится? Нет. Ответ на вопрос находится? Что-то изменилось? Да, ничего не меняется. Клеточка становится наоборот. Боль как была, так она и остается. Да. Болячечка эта, которая непонятно, где тот червячок, который точит. И не могу понять, что болит-то, от чего болит. И человек ищет, видишь, его бросает от материи, то есть, от физического мира в церковный этот, как его назвать, божественный. Да. А церковный не помогает. Причем, вот, меня же тоже когда-то так штормануло, бросило. И не помогает ни православный, ни мусульманский. Не находится ответ. Не находится ответ. И не буддистский. Казалось бы, буддисты вообще пошли круто, когда ты там сидишь и... Видишь, везде остается недосказанность. Да. Она недосказанность, которая заменяется потом какими-то медитациями, молитвами, погружениями, там, ну, разными такими коллективными действиями, когда человек входит в транс гипнотический и, типа, успокаивается. Вот он просидел, прохикал там 9 часов подряд, и вроде как его ум должен был замолчать, и... А если ты так прохикал 5 дней, то уже к пятому дню у тебя вообще короткое замыкание должно случиться, и ты вообще должен перестать соображать. Но чаще всего так и получается, что человек перестает соображать и успокаивается, а боль-то не девается, ответы на вопросы не проходят. Потому что Бог остается вынесенным, и игра в я-не-я продолжается. И тогда ведические знания, кто-то спрятал, кто-то там укрыл, и так далее, и так далее. Уже появляется кто-то. Кстати, на этом появлении кто-то недавно опять, я уже не раз даже в первой книге «Управление восприятием» эту тему описывала. И сейчас опять обратила внимание, как только возникают тяжелые времена финансовые, где-то финансовая нестабильность, просадка и так далее, обязательно находятся люди, которые называют себя экстрасенсами, называют себя там вангами, божественными прорицателями, целителями и так далее. И что меня удивляет, очень часто это люди в отставке. Вот это меня всегда смешит. Это да. Ты знаешь, о чем ты. Это да. Пока ты служил, ты не был экстрасенсом, целителем. А потом смотришь, а ведь это же отношения, ну овны, что с вами делать, да? А человек-то вроде как умный, почему бы не схитрить? А кому лжешь? Вот поэтому и болеешь. Человек не думает, что мы, если мы видим в людях овна, мы центральная в стаде. Если мы видим богов, мы боги. И у нас есть выбор, кого мы будем видеть. Если мы видим коллективное бессознательное, то поговорим о своей осознанности. Если для нас нету коллективного бессознательного, каждый человек бог, то ты тогда индивидуальности бог. Вот оно, зеркало, как работает. И здесь ты себе не соврешь. Попробуй схитрить, не получится. И когда ты видишь это кино, то это начинает становиться комедией. Ты знаешь, комедия, да. Трагическая или с счастливым концом. Ты знаешь, иногда, когда смотрю на наши книги, я понимаю, когда-нибудь по ним будут сняты фильмы на самом деле, и начало будет типа, ну, не типа Гарри Поттера, я думаю, типа «Властелина колец», вот особенно самое начало, вот такое жесткое, да, а потом с парадоксального восприятия. Начало уже есть. Как у нас у Камина заставка? Тили-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. в стёбе и и передавать и осознавать ее надо как бог стебется когда играет он кайфует и стебется тогда как же можно стебаться над болезнями вселенная зачем ты послала людям болезнь кто стебется сам же сам человек над собой над собой и стебется и причем слово стебется это действительно издевается вот смотри у слова стебется может два смысла быть смех и издевательство да 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 наказание стебется с какой стороны ты смотришь или ты вообще смотришь плюс или смотришь с минуса со стороны протона или электрона нету хорошо или плохо есть есть гармония есть игрока из сознания плюс минус да и пошла игра какая игрушка завелась от соединения влюзами за какую-то игрушку смог создать соединил плюс минусом и игра пошла на проводочки это бомба вообще или там что там ходит ну что им это ходит да но вот обрати внимание когда ты занимаешься инфодайингом вот эти вещи осознаешь и видишь целостно как это все работаешь работает ведь на как на самом деле ловишь кайф постоянно вот нету дня чтобы мы не кайфовали кайфовали от работы не кайфовали от погружения того что мы делаем казалось бы отработал там целый день да даже если сейчас мы начинаем сдвигаем там ближе к обеду то заканчиваем так часу ночи и получается вот отработал ты этот день и отработал ты этот день об и и бывает очень часто такое что идет ночь а ты заснуть не можешь это варит информация ты кайфуешь от того что у тебя еще больше кайф появляется да 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 и утром опять мы с тобой раз и записываем записываем опять вы в кайфе да опять в кайфе и книги пишутся и курсы создаются и все недавно прочитала где-то я в инстаграме в результате моей полугодовой работы был разработан тренинг та-та-та-та-та-та-та я так сижу и понимаю мужик ты ни хрена не делал полгода не умеешь занимался ты просто пустословием пустословием накачивал эго какой тебе тренинг тебе так тяжело это давалось полгода прикинь то есть это это ж как ему интересно в кавычках чтобы он полгода мучился картошку копал да таки да а так люди живут когда деле когда это тебе интересно оно вот прямо в этот момент все и ресурс и возможности и тебе интересно все сразу материализация это как мне когда-то одна журналистка говорила говорит я один материал делаю две-три недели я не понимаю как ты делаешь три материала в день об этом вот когда я раскручивала по об этом я поняла вот это об этом же потому что когда ты горишь тебе интересно у тебя дофига информации у тебя постоянно это в голове и тебе с таким же интересом пошел соединение игрушка заработала новая совершенно новая новая и смотри ведь мы говорим на самом деле простые вещи говорим очень простыми словами и поспорить с ними практически невозможно и человек который начинает слушать он даже зачастую не понимает что такое инфодайвинг потому что ум ложится на лопатки на самом деле да искренностью потому что все вещи называются своими именами и смотри вот обратную связь сколько мы писем получаем в неделю я уже забыла обновлять сайт да и сегодня вот статью еще даже до конца не вывесила и просто в кино чтобы не забыть каждый день приходит энное количество обратной связи где люди пишут как меняется жизнь как 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 и ты читаешь и понимаешь блин а ведь вы буквально в каждом письме совершил простое действие когда ты перестал врать самому себе и ты получил результат и в этом плане очень хорошо индикаторами работают дети у матери с отцом пошли терки ребенок орет бьется головой там проблема как только у матери с отцом все хорошо обратная связь прекрасная как только отца и мать разносит эго понеслось и смотришь и понимаешь просто прямая зависимость прямая и родители вы можете это видеть и вы можете сами это контролировать и сами это нормировать и назовите это как хотите если не будете лгать себе не будет лгать себе и закрываться словами это не я это не от меня зависит но тут кроме этого выплывет вторая большая тема тема благодарности благодарности самому себе благодарности друг другу благодарности ребенку благодарности вообще окружающему мир всем 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 люди которые находятся в конфронтации с собой они не умеют быть благодарны для них это проблема они вырывают какой-то кусок из контекста я уже поблагодарил я уже сделал а самому можно давать лопату чтобы он закопал того человека и это называется благодарность но при этом интересно это наблюдать со стороны самое главное весело наблюдать со стороны вот когда ты видишь особенно меня все время прикалывает когда да я уже поблагодарил а ничего не изменяется да и понимаешь лопату дать чтобы твоя благодарность была более глубокий и насыщенный прикольно на самом деле весело когда видишь когда видишь это когда ты находишься на одной из сторон то тогда да да весело совсем кстати когда-то был фильм давно давно французский про развод там была сначала позиция взгляд на один на одни тяждействие мужчина женщины были вместе потом почему-то развелись и вот взгляд первая серия взгляд его на развод вторая серия взгляд ее на развод ну или там наоборот и это были две разные серии то есть как будто вообще события были кардинально противоположны ты знаешь я когда думаю про наши книги так вот когда в дальнейшем по ним будет сниматься фильм то до парадоксального восприятия и после парадоксального восприятия будут взгляд на развод то есть когда ты видишь и знат сознание жизнь да и она такая тяжелая и научная и описательная и вся такая важная когда ты видишь подсознательной части там просто степа ржащая какая крутая игрушка комедия да и как драма драма и это вот и соединилась и это все жизнь черная с белым соединилась и получилась игра в жизнь и ты знаешь еще есть один момент я не верю что в жизни есть люди которые не замечали что то что они создают создавало их сознание когда у них вот они о чем-то думали это проявлялась когда они что-то начинали делать там запланировали отложили например в том раз это пришло в их жизнь и они называли это случайностью бог помог еще там что-то они не взяли за это ответственность и профукали шанс проснуться причем очень серьезный шанс близкий шанс к самому себе просто я не верю что есть такие люди которые могут сказать что этот мир полностью материален было это у каждого человека вопрос насколько человек готов взялась ответственность за свою жизнь на себя и тогда парадокс вот сейчас только мысль пришла возьми пожалуйста те должности например руководящий например директор завода или там директор фирмы какой-то или на любую должность руководящую должность скажи пожалуйста эти люди хоть один не являются материалистами нет они все материалисты у них у всех есть бог вынесенной вселенной и ни один из них не берет ответственность 100 процентов это все решил бог у них при этом они материалисты да при этом они материалисты и при этом у них решил это все бог смотри какой парадокс вот она шепчет самому себе на ладошки а потом вопрос почему мы болеем почему мы бухаем по кочану очевидно даже придумывать ничего не надо просто вот сесть так вот моменте здесь и сейчас и зависнуть трезвая трезвая точно смотреть на свою жизнь трезвые глаза когда люди будут смотреть этот подкаст глаза в пучок очевидные вещи да на самом деле это примитивные очевидные вещи тут не надо ничего придумывать вот просто просто очевидно на минуту задуматься а что ж вы делаете но не бросил коснуться себя да на минуту коснуться просто уделить внимание своей жизни да уйти из автоматизма этого это точно так же знаешь она уже более такой лирический сценарий если ты там присутствуешь там на свадьбе там на золотой там или ты присутствуешь там 40 лет люди вместе прожили и очень часто принято задавать вопрос вот если бы вот сейчас вернуть жизнь назад ты бы прожил жизнь точно так же или ты бы женился на ней ты бы вышла замуж за него когда мы видим в подсознании людей проживших много лет вместе хоть один из них в следующей жизни вместе никогда 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 только в случае циклической ошибки и тогда больные дети чтобы разорвать этот круг то есть это будет привязка привязка связка то есть на самом деле это вот смотри это ложь прелюбная ложь ложь а ложь и является вот этим узлом да да она завязывая да ну так что хочешь поиграем в эту игру сыграем да да ты сейчас врешь ты не можешь сказать что нет я бы никогда не женился у меня уже есть этот опыт я прожил благодарю своего спутника но при этом но при этом я тебя хочу сказать что большинство из них и именно это и чувствуют я тебе скажу так большинство из них действительно чувствуют особенно если это спросить у возрастных людей которые прожили там 40 и выше почему потому что они уже настолько привязаны то есть 1 ответственно одного человека ответственность вынесена на этого а у этого на этого и они просто вот уже и они действительно как малые дети привязаны друг другу к другу все да и они ну вот оно и это про любовь человек не знает что такое любовь и привычка и привязка не знает что такое любовь забота внимание удобство комфорт совместное времяпрепровождение подарки что еще любовью называют любовь это свобода искренность а разве есть в паре свобода искренность вот и все объяснение уже есть да но для этого надо было проделать долгий путь долгий путь да и это крайне непривычно непривычно потому что привычки нету потому что нет одинаковой реакции в моменте здесь и сейчас то есть каждый момент здесь и сейчас иной нету стереотипа нету автоматизма вот это про любовь а если ты заранее знаешь что твоя метелка тебе ответит то это это не про любовь и неинтересно и неинтересно класс сказала а вот если рядом метелка твоя неожиданно то это уже интересно и твоя ли это метелка да тогда жизнь наполняется красками она перестает быть черно-белой она свободная она счастливая тогда спутник становится интересным ты никогда не знаешь что он отмочит ближайшие три минуты а это уже интересно понимаешь уже жизнь наполнена краской мало того спутник будет смотреть и думать а чё это она там смеется мне тоже хочется а чё и это не о сумасшедстве а уже привлекательно ну ты знаешь вот даже просто когда ты попадаешь в какую-то ситуацию и начинаешь раскладывать как эту ситуацию видит подсознание это же уже весело то есть это уже настолько весело но это каждый раз заставляет задуматься это настолько весело мало того так это настолько просто ты видишь а понимаешь что человек этого не видит и ты ему можешь говорить показывать а для него где-то местами твои слова будут больными болью отзываться некоторые места некоторые места будут казаться сумасшествием некоторые места это вообще о чём мы об этом не говорили а слух как иногда пропадает что-что-что три раза да-да-да-да не понимаю что вы говорили ой пропустил ещё раз что-что-что-что вот-вот это об этом о том что ты пропустил да о том что ты не на этом диапазоне да твою радио засловила эту волну потому что есть вторичная выгода которая говорит не-не-не мы так не будем у нас всё хорошо в нашем болоте очень приятно пахнет сероводородом и у нас очень вкусно поют лягушки и у них свадьба да у них свадьба слушай ну мы вообще с тобой настибали сейчас и это всё про ответственность и при этом здесь столько сути вложено в нашем разговоре как это есть по усам текло да в рот не попало сказка ложь давний намёк добрумолцам урок да кстати сейчас всё больше и больше на сказки подсаживаемся и кстати в сказках как правило есть и решение очень многих вопросов в сказках мудрость мудрость приезжаю на дачу в последний приезд поднимаюсь на второй этаж а там стоят колонки и стоит проигрыватель для пластинок муж откуда-то выволок то есть я знала что где-то это лежит в мусоре а оказывается он этого не выкинул он его сохранил и теперь у нас есть пластинки и осталось найти сказки народные у меня в детстве были эти народные сказки на пластинках а где у нас мне надо у папы спросить спроси где сказки тогда были пластинки очень хорошие записи я так слушала ты знаешь я спрошу вот я тоже посмотрела он нашёл там записи Аллы Пугачёва ещё какие-то такие пластиночки ещё есть синенькие есть большие чёрные вот у нас ещё на даче это есть надо спросить у папы у нас вообще есть коллекция в подвале сейчас же вот подвал в ремонт пойдёт и начали это всё разрывать и там в подвале коллекция старой техники там даже есть самый первый телевизор поржать его не выкинули есть телевизор который когда-то собрал человек который сегодня является генеральным директором крупнейшей компании в России а он мне своими руками этот телевизор собрал можно на вот его поставлять а вот смотри а вот смотри а теперь а ведь это настоящая история да именно настоящая и с этого телевизора можно действительно настоящую историю передавать в роду по роду настоящую а надо ли согласна или чтобы у них был момент здесь и сейчас но для того чтобы появилась новая нужна старая материя и к этой старой то есть ну как старая то есть почва нужна почва нужна опора и это опора это почва она должна быть чистой благодарной то есть благодарность истории никогда ты не осознаешь благодарность потому что нутром чувствуешь она лживая это одно тогда это грязная почва а когда ты знаешь что ты почву и ты вот именно на этой почве можешь начать рождать новое это главное и тогда появляется новое ведь без материи сейчас сознание без материи не может проявиться сознание проявляется только в материи материи при этом материя да не не существует без сознания ее просто нет и тогда какая ценность истории то есть нашему прошлому но только какая ценность когда ты осознаешь благодарность а не злость обиду вину разочарование жадность страх потерять прошлое совсем другая песня благодарность у тебя есть почва и тогда это точно так же благодарность родителям ты можешь осознать без обид без вины и начать новую жизнь создавать свою но это только тогда когда ты блин так и хочется сказать когда ты прошел весь наш путь вот честно вот так искренне говорю вот так и хочется а на самом деле это как тогда когда ты искренен сам собой а в искренности помогут прийти наши книги курс ну вот я сейчас абсолютно искренне я знаю что я говорю это на самом деле так пока ты говорила у меня вдруг пришел образ я не знаю к чему он пришел он даже как-то вырван из контекста получается но я вдруг четко ясно увидел но мы же знаем с тобой что никогда не приходит ничего просто так ничего просто так я вдруг увидела мавзолей угу на красной площади угу история может быть завершена только в том случае когда будет благодарность а скажи а что несут туда благодарность или скорбь или любопытство любопытство скорбь уже не несется сейчас любопытство но раньше несли скорбь сколько скорби было слито как в помойное ведро какое разрушение для души и для психики и невозможность инкарнировать и это может завершиться только через благодарность и через предание тела земли и тогда не будет заходить на постоянно циклическая ошибка не будет на один и тот же круг и даже не предание земле здесь только кремация поможет именно кремация тут нельзя предавать земле тут только кремация и это спасение души без вариантов блин ну ладно это так просто влетело когда пока ты говорила понимаешь вот оно если это существует в моменте здесь и сейчас меня сегодня покруче прилетело я сейчас вот именно благодаря тебе вспомнила я тебе скажу после стрима меня сегодня покруче прилетело куда круче это вообще то что прилетело это связано это связано с тем что человек считает самым ценным я просто скажу это связано с умом ум а то что я сегодня каким я сегодня ум увидела вот эту фишку я не скажу я тебе после стрима скажу rą если ты смотри 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 если бы мужчины понимали у emprest ください А как проявляется ум психики, то, наверное, они бы не так сильно им гордились. Не так бы. И женщины не так бы увлекались бы этим. Умом. Умом.